толерантно более-менее смотрите они за все огородили чтобы мы не заходили делить или троллевали резиденция разрушена а это а это я не пойму полиция полиция нет тут я не пройду я вот только не пойму светлое будущее нашей священной родины в наших руках мухтару и за макагали макатаев жубан молодогалиев а бай это здание слава богу целая но ремонтируется она естественно целая конечно относительно что не уж кошек не дверей наверно день и ночь идет работа сейчас к резиденту я назарбаев этот подойдем вот наверно да горелая часть а ну и тут наверно чистили здесь-то все на месте вот слава богу вот оказывается этим забором снесли представительство я понял президента но больше всех это здание выходит пострадала как вот эти люди жили а это вообще смотрите банк рбк шоколаде получается только деньги они не отдают если кризис не дай бог то не выцарапать не за какие коврижки все сразу и такие лица унылые нету денег нету это вот после войны когда случился там немного было но бесполезно пока все не утихомирилась уже потом месяцев через три только заканчивается или наоборот начинается проспект облака но заканчивается потому что облака на 7 а я жил в хостеле ребята не дай бог но это из той сказки не гонялся бы ты поп за дешевизм и дело в том что видите он 100 метров реально или 200 от алматы 2 вокзала ж.д. там слышимость я все секреты узнал не знаю рассказывать вам или не надо рассказывать но люди добрые хорошие люди замечательные но слышимость космическая все в соседних комнатах все слышно вам абсолютно удобств никаких просто кровать поэтому если желание можете конечно банита хостел вашем распоряжении 8000 то ли всего но в один номере в принципе но все слышно но утром уже никого не слышно потому что утром все ушли там просто живут турки которые работают где-то здесь на стройках видите стройки же везде может быть ремонтами вот этих правительных зданий занимаются не знаю но смотрите сами я переночевал мне не страшно зато будет лучше и слаще дома после этого сравнение все познается сначала кушаешь потом не кушаешь тогда все вкусно красавчик там их миллиард было в бангкоке и в паттайи они везде видите хозяева жизни да они убивают разоряются воробьев и синих все на свете они хищники квадрат несмотря на то что да а украшений то никаких практически ну вот вроде бы зайки вот зайки же ну вот вроде бы к опасны такие цветочки по струже щелкутчик тут кафетерия так улица это пересечения байситовой кормангазы заканчивается все площади республики улицы заканчивают ну вот районы казахская современная авторская кухня тогда я вот так сказали не снимать музыка играет но замечательное заведение не стал я снимать вам еду что-то потом поздно опомнился казахская современная авторская кухня а не подскажете как театр называется спасибо спасибо большое вот видите оказывается знают театр оперы и балета но я разнала здесь и честно это так эксперимент вот по эту гостиницу я потом обязательно вам расскажу у нее интересная судьба у этой гостиницы очень интересная хотел я в ней пожить но у меня встреча важно именно там на алматы один поэтому поселился страшный хостел да нормальный хостел нормальный ничего страшного но слышимость конечно там потом просто случилась такая история что там какая-то бабушка не знаю кто нашу уборщицы или не знаю кто она она такая хабалиста потешинница они стали давать в букинг раньше походу не давали но букинг конечно не жестко там их будет теперь троллить букинг и то что это тоже написал что но случилось реально для меня пофигу я просто я приехал в 6 8 часов ночи с аэропорта мы на такси только ехали наверно ну так и стоит 2 тысячи кстати от аэропорта и до облыха на 7 а но практически это вокзал алматы 2 вот я приехал 8 все я вырубился моментально потому что там в аэропорту еще пока это тягомотина пройдешь все эти кордоны потом здесь мы тут-то один кордон слава богу на родину вот и там кто написал рецензию что стоят ее чашки плошки ее заставили выносить чашки из кухни из общей я в кухне даже не заходил не никогда я до 12 еще продрых и все и выселился хотел оставить там рюкзак своему думаю ну она там так орала что заставили вытащить ее кастрюли я ее понимаю и хозяев тоже понимаю что это не шутки так действительно нужно порядок обязательно нужен порядок везде но слышимость на 1 всех хостела кстати потому что в пятерке я жил гостиницы в таиланде тоже слышимость потом я нашел выход там щель по дверью полотенцем забиваешь и не так слышно там щель по дверью просто и у всех мне кажется гостиниц у непродуманных щель по дверью а щель по дверью то естественно это практически вы на улице так мало украшения кстати в этом году в прошлом я не помню можно посмотреть но я был 15 наверное это еще было рановато украшать а сейчас будет как раз самое время 20 28 осталось то осталось то немножечко люди боятся наверно украшение уже но украшались прошлый год не знаю как там у них но в этом году много вот сейчас полицейских я смотрю тоже в алматы не было в прошлом году столько не было это точно а сейчас практически как у нас в каменогорске но у нас круче только еще еще больше но это и хорошо наверное что-то вот так наверное получается елочка мне нравится он спрашивает елочка мне нравится мне нравится кстати но желтоксан уже улицы а это как называется о вон та елочка мне нравится но потом если честно ребята я переселился в отель астрат это рядом же давай за вам ну классный ты попробуй стоит 20 тысяч но мы ехали в швейцарском вагоне обратно мы едем вроде это гендерские вагоны кстати не интересно куда деваются какашки никто не знает смотрите так нажимаешь и там витим пар это улица ребята а куда деваются кто-нибудь я по дороге специально железный ходил слава богу не пахнет сделано на века едет да назад он или стоит нет просто там водителя даже нет да там водителя слушай ну дорога то опасная как вообще он туда уехал там сто пудов переметы а вон едет кто-то а вот может на помощь едет а ну может быть